Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава Евангелия от Иоанна, я читаю свой перевод с небольшими комментариями. Продолжается речь Иисуса после тайной вечери, перед тем, как он схвачен будет. И в этой речи, я уже говорил, он подвозит не просто итоги своему учению, но он готовится оставить учеников, и вот самое последнее, что нужно им сказать, вот как человек уезжает в какую-нибудь дальнюю поездку, и своим домашним что-то, ну, и нежное хочет сказать, и деловое, на что надо обратить внимание. Все это я вам сказал, чтобы вы не поддались соблазну. То есть есть и цель. Иисус уходит из их физического присутствия, и понятно, что им будет сложнее. Вас отлучат от синагоги, ну, то есть изгонят из иудейской общины, и даже настанет час, когда всякий, убивая вас, будет думать, что так он служит Богу. Они будут так поступать, потому что ни отец, ни я им не знакомы. Но все эти слова я вам сказал, чтобы, когда настанет часом сбыться, вы бы вспомнили, как я об этом вам говорил. А прежде я вам этого не говорил, потому что еще был с вами. Ну, то есть было еще время подождать, и вот среди самого страшного вас будут убивать, а что можно представить себе страшнее, и всякий будет думать, что так он служит Богу. А это еще страшнее, потому что убийца, который осознает себя преступником, ну, это не то же, что фанатик, который убивает, считает, что служит Богу. И смотрите, он об этом предупредил. О религиозном фанатизме, который в том числе может и в христианские одежды рядиться. А теперь я ухожу к тому, кто меня послал, и никто из вас уже меня не спрашивает, куда я иду. Я все это вам рассказал, и теперь печаль переполнила ваше сердце. Но скажу вам истину, что я ухожу, это ради вашего же блага. Если я не уйду, то заступник к вам не придет. Ну, они могли бы сказать, зачем нам заступник, мы тебя знаем. А заступник, дух истины, святым духом обычно мы его называем, он еще неизвестно какой, нам с тобой хорошо. А когда он придет, то обличит этот мир, сказав ему и о грехе, и о праведности, и о суде. Иисус разве не обличал этот мир? Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, да не очень. Конечно, он говорил какие-то слова. Но вот женщину, взятую в супружеское измене, он отпустил, сказав, пусть бросит первый камень, кто безгрешен. И во многих других случаях он говорит, я не сужу, я не сужу. Но если он не судит, то, значит, суда вообще не, значит, зло и грех не наказаны и даже не обличены. Вот заступник обличит этот мир, сказав ему и о грехе, и о праведности, и о суде. О грехе, что они не верят в меня, соответственно, это грех. О праведности, что я ухожу к отцу, и больше вы меня не увидите. О суде, что правитель этого мира уже осужден. Звучит как-то немножечко так, разбросанно. Но о грехе, что они не верят в меня, это понятно, это грех. Отказ от веры, это грех. А при чем здесь праведность, я ухожу к отцу, и больше вы меня не увидите? Ну, как противопоставление греху, да, то есть то, что Иисус уходит из этого греховного мира. Но, может быть, это еще о том, что вот с этого момента, ну, и присутствие заступника, святого духа в жизни людей, с этого момента праведность — это то, что людьми нащупывается вот в этом стремлении к единству с Иисусом и, соответственно, с отцом. Вот я ухожу к отцу, больше вы меня не увидите, я не буду вам показывать пальцем, что хорошо, что плохо, вам нужно будет это нащупывать. А суде, что правитель этого мира уже осужден, причем здесь суд, ну, был грех, да, но человек, наверное, должен попасть на суд, а правитель этого мира, то есть сатана, ну, чего его судить-то там, все понятно сразу, да? Да, но ведь это еще и о том, что вот люди, которые замечают, как в этом мире все ужасно устроено, какие плохие вещи происходят, они могут очень переживать из-за этого, но он уже осужден, он уже проиграл. Да, он правит этим миром, более того, вот сейчас состоится, самое страшное сейчас состоится, арест, пытки, казни Иисуса, да, но он уже осужден, он уже проиграл, даже если вот это все еще происходит. Много еще есть такого, что я бы вам сказал, но сейчас вы не сможете этого вместить, а когда придет Дух Истины, то он приведет вас к полноте Истины. Интересно, а как это? Вот он придет и приведет к полноте там через, я не знаю, 40 дней или через год, или через 400 лет, или через там 40 тысяч лет? Да нет, конечно. То есть я думаю, что это явление Духа Истины, которое приводит к полноте Истины, это такое постоянное действие, это то, что будет происходить и происходит сейчас, что вот христианство иногда понимается как нечто состоявшееся, как такая музейная витрина, да, с экспонатами, они там лежат, и очень важно его хранять. А здесь скорее развитие. Вот Иисус сам говорит, что мог бы сказать многое, но это потом все придет, и, наверное, не одномоментно. Он, то есть Дух Истины, будет говорить не сам от себя, он будет говорить то, что услышит. Он возвестит вам грядущее, он меня прославит и возвестит вам то, что воспримет от меня. Ну и вот преемственность этого откровения, да, то есть это все разворачивается в истории, но тем не менее оно от одного источника. Все, что есть у Отца, оно мое, потому я и сказал, что Он возвестит вам, что воспримет от меня. Еще немного, и вы меня уже не увидите, но спустя еще немного времени увидите меня снова. Непонятно, на что ученики обратили внимание. Некоторые из учеников стали говорить между собой, что это Он такое нам говорит. Еще немного, и вы меня не увидите, но спустя еще немного времени увидите меня снова. Что означает это еще немного? Мы не понимаем, что Он говорит, недоумевали они. Почему они Он о нем говорят в его присутствии между собой? То есть они как-то так оробели, что даже боятся его переспросить. Интересно. Ну, а может, им кажется, это вот как бы его спугнуть. Куда же ты уходишь? Мы хотим, чтобы ты с нами остался. Ой, давай лучше не будем тебя напоминать, что ты вообще куда-то собираешься от нас уйти. Иисус понял, о чем они хотели бы его спросить, и сказал им, о чем это вы друг друга переспрашиваете? О том, что я сказал еще немного, и вы меня не увидите, но спустя еще немного времени увидите меня снова. «Аминь, аминь, говорю вам, вы будете плакать и рыдать, и этот мир радоваться. Вам будет больно, но ваша боль обернется радостью». Больно будет на самом деле Иисусу, и очень больно. Но он об этом не говорит. Вы будете рыдать и плакать. Он же сказал, что самая большая любовь – это когда кто-то кладет свою жизнь за своих друзей. Вот он не просто это делает, но при этом он даже как бы боли своей не замечает. Он замечает только их боль. Вам будет больно, но ваша боль обернется радостью. Женщине при родах, когда настанет ее час, бывает больно. Но когда ребенок родился, она от радости уже не помнит о страдании. Ведь новый человек родился в мир. Ну, как же не помнит? Обычно помнит очень хорошо женщина о том, что рожать было больно. Но в том смысле, что эта боль, она, конечно, не забыта, но она не кажется чем-то ужасным после рождения малыша. Новый человек – это же огромно. А то, что для этого пришлось немного потерпеть, ну ладно. Так и вам теперь больно, но когда я снова вас увижу, то радость наполнит ваши сердца. И уже никто этой радости у вас не отнимет. И в тот день вы уже ничего не будете у меня спрашивать. Аминь, аминь, говорю вам, подаст вам отец, чего не попросите у него во имя мое. До сих пор вы ни о чем не просили во имя мое, а теперь просите и получите. И радость ваша будет полной. Ну, вот как рождение ребенка, оно меняет, да, жизнь семьи, и это уже совершенно все другое. Вот так и здесь это событие, которое он не называет, но речь идет, видимо, о воскресении, оно изменит абсолютно все. Все это объяснил вам я иносказательно. Теперь настает час мне говорить с вами без иносказаний. Я открыто расскажу вам об отце. В тот день вы станете просить во имя мое. Я уже не говорю, что буду просить за вас отца. Отец сам любит вас, потому что вы полюбили меня и поверили, что я пришел от Бога. Вот он говорит выше, да, я в отце, отец во мне, и вы в единстве со мной, пребываете в единстве с отцом. И здесь он как бы развивает эту тему и говорит, что даже и не нужно мое посредничество. Отец уже любит вас, и вы можете говорить с ним напрямую. Я пришел от Бога и вышел в этот мир, а теперь оставляю этот мир и возвращаюсь к отцу. Говорят ему ученики, теперь ты уже говоришь открыто, безо всяких иносказаний. Мы теперь убедились, что тебе все сразу известно. Тебе не нужно, чтобы кто задал тебе вопрос, потому мы и верим, что ты пришел от Бога. Смотрите, было столько знамений, чудес, исцелений, но тебе не нужно, чтобы кто задал тебе вопрос. Ты говоришь сам то, о чем мы хотели бы знать. Ты читаешь в наших сердцах, и вот поэтому мы верим, что ты пришел от Бога. Иисус им ответил, вы наконец-то поверили? С некоторой иронией такой в голосе чувствуется. Но настает час и уже настал. А поздно, да, вот как только вы поверили, все, я от вас ухожу. Но настает час и уже настал, когда вы разбежитесь поодиночке, оставив меня одного. Впрочем, я не один со мной, Отец. Все это я вам сказал, чтобы вы обрели во мне покой. В этом мире вы будете страдать, но мужаетесь. Я одержал над этим миром победу. Как же одержал, когда еще все самое страшное впереди. Арест, пытки, распятие, да? Но одержал победу в том, что невозможно переломить арестом, пытками, распятием, да? В чем-то самом главном. На этом, собственно, заканчивается речь. И он говорит, я одержал над этим миром победу. И это как некоторый такой итог. Но еще не продолжаются события. Мы говорили о том, что вот эти три главы, да, которые мы прочитали, 16 из них последняя, это речь, которая идет между тайной вечери и арестом. Но еще есть 17 глава. Это не речь. Это молитва. Ну, сначала он говорит с людьми, с учениками. И потом он начинает разговаривать с отцом. Хотя эта молитва, она тоже имеет форму такой, скорее, проповеди открытой. Да, ну, с молитвами это бывает. И мы ее, конечно, тоже прочитаем. Она в 17 главе. Спасибо. 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 Спасибо.